Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях. Расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Сыны Давидовы Сакверлидзе обвиняют ГПУ в массовом увольнении следователей по делу бриллиантовых прокуроров. На финишной прямой Владимир Гройсман заявил о готовности занять кресло премьера. Наркозаговоренный и не переаттестованный. Почему Илья Кива отказывается проходить комиссию на соответствие? Взрывные легионы, сотни тренированных террористов уже в Европе. Как противостоять злу? Скандал в деле бриллиантовых прокуроров. Заместитель генпрокурора Давид Сакверлидзе заявляет, что его команду, которая ввела это дело, уволили из ГПУ. В ведомстве поясняют, что речь идет не об увольнениях, а о переводе в другую структуру. И в свою очередь имеют немало претензий к команде реформаторов Сакверлидзе. Против многих из них уже заведены уголовные дела. У нас в студии прокурор генеральной прокуратуры Владислав Куценко. Добрый вечер, Владислав. Давайте посмотрим вместе сюжет моих коллег, а потом побеседуем. Зам генпрокурора Давид Сакверлидзе заявляет о давлении на его команду, занимающейся делом бриллиантовых прокуроров. По его словам, сегодня его подчиненные начали получать извещения об увольнении, а за многими из них якобы ведется слежка. Вывели этих ребят в Пазаштат и сегодня уже вручили им вот эти попережения об увольнении. То есть сделается все максимально для того, чтобы парализовалось и это дело, и другие дела. Я хочу добавить, что на днях, по нашей информации, по всем этим ребятам, может быть по мне тоже, взяли ухвалы и разрешения на обыска, на прослушки. Эти обвинения на своем брифинге прокурор ГПУ Владислав Куценко опроверг. По его словам, давление в деле бриллиантовых прокуроров-наследователей никто не оказывает. А речь идет не об увольнении, а о переводе в другую структуру – Генеральную инспекцию внутренних расследований. В то же время он обвинил команду Сакверлидза в популизме и провале реформ в ГПУ. Управление, в котором работали указанные люди, ликвидовано. В связи с этим, особям попереджается, что они будут освободены, могут быть освободены, потому что это наше право их освободить или нет, до 24 травня 2016 года. И при этом все, и при этом все, каждой особе, коллеги, запропонованы вакантные посадки. Вот список, вот давид чего-то его схавал. Это исключительно популизм, намагание введения людей в оману. Еще ранее ряд народных депутатов обратился в ГПУ с просьбой проверить, якобы, факт нецелевой растраты денег, выделенных Европой и США на реформу Генпрокуратуры. В частности, на разработку тестов для прокуроров. По словам журналиста Владимира Бойко, который расследует эти факты, контракты якобы подписывал лично с Сакверлидзе. И куда ушли деньги – неизвестно. Были выделены сначала 200 тысяч долларов, потом еще 2 миллиона. Куда пошли эти деньги – также неизвестно, потому что в подсумку, в период тестирования использовались тести, которые с большой количеством помилок были просто перекладаны с грозинской умовы, которые уже когда-то кто-то разработал, и они в открытом доступе. Сам Сакверлидзе признал, что действительно подписывал бумаги. Однако, говорит, речь о конкретных суммах не шла. Да, я подписал меморандум о взаимодействии и взаимосатонничестве. Там никаких перечислений, сумм там не указывалось. Разные донорские организации финансировали разные проекты. Да, были выделены. Евросоюз выделял, например, деньги на финансирование тестов для прокуроров. Сегодня же прокурор Владислав Куценко разместил в сети Facebook пост, где заявил, что ГПУ проводит проверку некоторых членов команды Сакверлидзе. И выложил фотографии из аккаунта в Instagram одного из прокуроров – Виталия Апанасенко. Там тот активно хвалится фотографиями с отдыха на курортах и вечеринок. Позирует на фоне дорогих автомобилей и вертолетов. А вот его поздравления с Днем Победы. Всем этим фактам обещают вскоре дать оценку. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Итак, Сакверлидзе сегодня выдвинул ряд обвинений в адрес ГПУ и в адрес генпрокурора в частности. Давайте о них по порядку. Во-первых, он заявляет об увольнении следователей, которые занимались делом бриллиантовых прокуроров. Он даже озвучивает конкретное количество людей, их должности. Семь следователей, четыре прокурора, несколько IT-специалистов, которые, его цитата, создали серьезную опасность для системы. Почему уволили этих людей? Мне сложно ответить на вопрос, почему, потому что этих людей не уволили. Вот мы имеем дело с профессиональным обманщиком и популистом, который сегодня начал свою избирательную кампанию. По просьбе самого Давида, он у нас идеолог реформы, реформы прокуратуры, создается новый структурный подраздел, то есть уже создан подразделение, генеральная инспекция. Таким образом, старое структурное подразделение, управление, которое занималось расследованием по прокурорам, естественно, ликвидируется, чтобы не дублировать функции. По нашему украинскому законодательству. Он, видимо, его не дочитал. Когда эти люди перейдут в новое подразделение, они будут заниматься этим делом? В настоящий момент происходит процесс перевода этих людей в новую структуру, и часть из них он обманывает. Уже переведено в эту структуру, и вы видите этих людей на суде так называемых... Они продолжат заниматься этим делом? Они уже этим занимаются. А что касается тех, которых он говорит, не переводим, по ним идут сегодня проверки, и по части людям вообще вопрос, им надо в генинспекции работать или в генинспекции надо работать по ним? Извините, один из ребят, которых просит Давид назначить генеральную инспекцию, работал по делу известному Автомайдану. И потерял протоколы, будучи прокурором и следователем, поддельные протоколы гаишников, чем это дело просто поставил под вопрос. И так далее, и тому подобное. Еще один кандидат от Давида, которого он просит назначить сегодня, был уволен из органов прокуратуры, поскольку использовал свои служебные полномочия. Я фамилии сегодня неуполномочен назвать. Если Давид будет не против, мы это скажем. Он требовал отдать ему долг, используя служебные полномочия и так далее, и тому подобное. Кому нет вопросов, в том числе Янис, который сегодня ведет вопросы в суде, он переназначен. По остальным проходят проверки. Такие законы. И всем, я хочу сказать, всем, как Давид сказал, сегодня их уволили, всем предложили вакантные должности. Такой закон. Он показал одну бумажечку, а вторую нет. Если они будут переназначены, да, плюс часть из этих людей, уже переназначенных, этим делом занимается. Обидно, что сам Давид дело игнорирует. Он в первую очередь должен знать. Хорошо, тогда о деле. Если я не ошибаюсь, задержали этих господ в июле минувшего года. В июле. Через три месяца будет год, как это все тянется. До рассмотрения дела, по сути, так и не дошли. Расскажите, что происходит в суде, и какая, на ваш взгляд, роль Сакварелидзе в нем? Ну, рассмотрение, по сути, уже начинается. Сакварелидзе фактически с самого начала этим делом занимался. С самого начала он находился в группе прокуроров, которые занимались этим делом. Его ребята провели обыск, дальше были собраны те или иные документы. И когда мы подошли к обвинительному заключению, именно доквид Сакварелидзе подписал обвинительный акт своей подписью. То есть, что это значит? Он изучил доказательства, он изучил материалы дела и сказал, да, я вас обвиняю. Дальше он должен идти в суд. По нашим законам, по нашим правилам. И свой обвинительный акт отстоять в суде. Доказать всей стране справедливость тех обвинений, которых он изложил. Но он игнорирует судебные заседания. Он не выполняет обязанности прокурора. Я вам больше скажу. Он на работу приходит, когда хочет, когда не хочет. Заседания пропускает. Зато на ток-шоу вечерние он всегда рад. А почему так долго тянется это дело? А это надо задать вопрос ему. Как только дело началось, Давид обвинил всех и вся, что все хотят это дело покрыть, что все хотят это дело развалить. Тогда генеральный прокурор Виктор Шокин принял решение. Чтобы не было таких заявлений и замечаний, дело закрепляется за двумя замами. Давидом Сакварелидзе, Виталием Касько. И только их подразделения его ведут. Всем под страхом увольнения другим прокурорам было запрещено даже интересоваться, что там. Ну, Касько, вы помните, как уходил, да? Он уходил, испугавшись, что санкции отменят, а санкции продолжают. Кроме этого, Сакварелидзе сегодня еще заявил о том, что один из обвиняемых, в частности Корнеец, я процитирую его, есть такой термин, управляющий делами. Есть информация о том, что некоторое время он был водителем и управляющим делами непосредственно господина Шокина. Как вы это прокомментируете? Это еще один обман Давида, будущего политика, который не прокурор и политик всему обществу. Корнеец никогда не работал водителем у Виктора Шокина. У управляющих делами? У Виктора Шокина и в его подчинении он не работал никогда. Он работал в системе прокуратуры, но в подчинении Шокина, Виктора Николаевича и в подразделениях, в которых ранее работал Шокин, не будучи генпрокурором, в других органах прокуратуры, никогда Корнеец не работал. Давид обманывает всю страну, пользуясь статусом прокурора и работает на деньги украинских налогоплательщиков. Занимается самопиаром и обманом. К слову, сегодня глава Луганской областной администрации, господин Георгий Тука, пообещал трудоустроить уволенных прокуроров из группы Давида Сакверлидзе, если ему дадут такую возможность, и по его словам, для них в его области работы хватит. И вернемся к Сакверлидзе. Все-таки реформирование ГПУ, это все еще зона его ответственности. Вы можете какие-то промежуточные итоги его работы подвести? Ну вот промежуточный итог его работы мы сегодня видим. Создается генинспекция, которую он просил, то есть орган внутренней прокурорской инквизиции. Происходит по украинским процедурам вывод в начале сотрудников за штат, потом переназначение, и вот паника. Ай-яй-яй, моих людей увольняют. Он законов не знает, понимаете, украинских. Он пришел на должность попиариться. Дальше, вот я не знаю, чем занимается его управление реформ. Прошли местные прокуратуры. Как они будут работать реформы, скажет наш народ Украины. Посмотрим, они только запущены, как и новая полиция. Дальше пока от него никаких предложений по реформам нет. Он только колесит Украиной обвинениями, рассказами о деле бриллиантовых прокуроров. Результатов пока 0,0. Кстати, в Одесской области, где он параллельно прокурор области, один из самых низких показателей раскрываемости. Потому что прокурор не на работе, прокурор в телеканалах. Ну, будем надеяться, что вы все-таки внутри генпрокуратуры с этим все разберетесь. Мы очень надеемся на это. Спасибо большое. У нас в студии был прокурор ГПУ Владислав Куценко. И прокомментировал нам сегодняшнее обвинение в адрес ГПУ и генпрокурора, которое озвучил Давид Сакверлидзе. И теперь к другим темам. Собрание лидеров фракции недавнего большинства нардепов Верховной Раде. Вместе со спикером Гройсманом сегодня определяли кандидатуру будущего премьера. Я напомню, вчера президент Порошенко установил дедлайн. До конца недели определиться с кандидатурой премьера, которую он пообещал поддержать. А до 29 марта определиться с новым составом Кабмина. Сейчас с нами на прямой связи Анна Каменева. Она целый день отслеживает события в парламенте. Аня, здравствуй. Сегодня очень много заявлений. Расскажи обо всем по порядку, пожалуйста. Здравствуй, Наталья. Эту встречу можно назвать судьбоносной. Наконец-то глава фракции БПП представил кандидатуру на должность премьера. Это нынешний спикер парламента Владимир Гройсман. Хотя еще несколько дней назад сам Луценко заявлял, что БПП поддержит другую кандидатуру на эту должность Наталью Яресько. Почему не сложилось, он объяснил. Под этот вариант согласилось поддерживать две фракции. Фракция БПП Порошенко и фракция Народного фронта. Это означает, что большинство голосов для внесения этой кандидатуры технократического премьера на рассмотрение президента нет. Кандидатуру Гройсмана на фракции еще не обсуждали, говорит Луценко. Но, по его словам, Гройсмана готовы поддержать и Народный фронт, и радикальная партия. Радикалы действительно заявили, что окончательно определятся, когда уже услышат программу деятельности кандидатов премьера. А вот Народный фронт сказал, что готов рассмотреть этот вопрос на заседании фракции. Нам просто поступила пропозиция от блока Петра Порошенко, что в разе, если Народный фронт принимает и голосует за кандидатуру Гройсмана, то Народный фронт назначается и с кандидатурой спикера. У нас есть опытная человек, которая целиком способна посести эту посаду. Но вот возникла другая проблема. А выдвинуть кандидата на премьера может только коалиция. А вот сегодня радикальная партия официально отозвала свои подписи из-под коалиционного соглашения. Мы откликаем свои подписи. Я сегодня Гройсману показал эти листи. И он обязался их озвучить на первом пленарном заседании наступного второго. И де-факто, и де-юре, коалиции в парламенте нет. Самопомощь, по словам Ляшко, к переговорам о создании новой коалиции пока не готова. Там еще ранее заявили, что остаются в оппозиции и участвовать в создании этой же новой коалиции не собирается. А вот Батьковщина готова начать такие консультации, но если выполнять их требования. Негайное ухваление решения про заборону продажу земель сельгосп призначения. И прямая бюджетная и податковая поддержка аграрного сектора. Это то, что провалил этот уряд. Другое, и это, возможно, и самое важное, разорвать тот коррупционный связок между олігархами и этим урядом, который, власне, и привели к той политической, а в конце варианта и урядовой кризи, и четкий план поделания коррупции. Кроме этого требуют отменить налог на пенсию, провести индексацию зарплаты пенсии и пересмотреть тарифы. На этой встрече договорились, что завтра в 10 утра представители фракции рассмотрят все эти вопросы, все эти предложения и предложения от других фракций и таким образом начнут работу над новым коалиционным соглашением. При этом Батьковщина заявляет, что претендовать ни на какие должности не будет ни в правительстве, ни в президии Рады. Распад коалиции сегодня подтвердил и Владимир Гройсман и заявил, он готов возглавить правительство, но, цитирую, с лузерами работать не намерен. Свою команду возьмет только профессионалов и назвал даже некоторые фамилии. Это Иван Миклаш, вице-премьер-министр, министр финансов Словаччины, который фактически провел очень много системных реформ вместе с премьер-министром Адзуриндой. И он имеет практический опыт перехода от постсадянской страны до европейской краины. Я думаю, такие люди, как Юлия Ковалев, яка сегодня працюет первым заступником министра экономики, Максим Нефедов. Завтра Гройсман лидером фракции представит свой план действий в качестве премьера. Он допускает, что голосование за нового главу правительства и новый его состав возможно уже и на следующей неделе. В противном случае, по словам Луценко, возможны и досрочные выборы. Наталья. Спасибо, Аня. Анна Каменева о том, как Верховная Рада пытается родить кандидатуру премьера. А вот хватит ли в парламенте голосов, чтобы поддержать кандидатуру Владимира Гройсмана на пост премьер-министра? И что выторгует для себя Народный фронт? И когда, в конце концов, мы получим новое правительство? На все эти вопросы ответили политологи. Игра эта продолжится. Я думаю, что в ближайшую неделю-две голосования эффективных не будет. Пока президент не вернется с поездки в Соединенные Штаты Америки, которая запланирована с 30 марта по 2 апреля, решения финального голосования не будет, безусловно. Нельзя исключить при этом, что у нас могут появиться очень неожиданные варианты. Сегодня при этом депутаты собираются для того, чтобы понять вообще, как уволить Яценюка. Вот сегодняшнее собрание коалиции, это коалиция, как уволить Яценюка. И коалиция, и собрание для того, чтобы определить принципы, вообще принцип, на которых будет формироваться правительство. Они должны договориться, у них как бы нет другого выхода. И ситуация такая, что уже, ну, слишком далеко зашли все процессы. И когда сидит Яреська и Яценюк за одним столом, один премьер-министр, а второй человек говорит, что он готов сформировать команду, это уже немножко некорректно. С другой стороны, можно сказать, что у Гройсмана больше шансов собрать больше голосов. Верховная Рада чисто механический, чисто математический вариант, чем Яреська. Но проблема в том, что ни у того, ни у той нет программы. То есть никто не знает, вот эта фамилия, если станет, то вот какая будет программа, какой будет план действий. Что значит технократическое правительство? Что-нибудь делать другое, ну, принципиально другое, что не делал Яценюк. Поменя фамилию, ничего не поменяется. Потому как никто пока не предоставляет программу. Все дело движется к финишу, к финал. Кризис, скорее всего, будет разрешен. Договорятся. Премьером будет Гройсман Владимир Борисович, что, в общем-то, и прогнозировалось. Кажется, что открылся свет в конце вот этого длинного кризисного тоннеля. Для того, чтобы на следующей неделе, либо во время визита президента Порошенко в США, либо сразу после визита, либо до визита, это все было закончено. Скорее всего, на следующей неделе мы получим нового премьера, обновленную коалицию, обновленную программу коалиции. В этой коалиции сохранится ядро коалиционное, это Народный фронт и БПП. Ну, возможно, Ляшко присоединился. Может быть, Тимошенко. Что получит Народный фронт? Народный фронт получит место спикера Верховной Рады. В общем, получаем на год правительство. Но пока не отложен вопрос о составе правительства, потому что, очевидно, будут длительные согласования, и не отложен вопрос об эффективности экономической политики. Владимир Гройсман признал, что фактически в коалиции осталось менее 226 голосов, она недееспособна, и отметил, что из большинства, в котором было 5 фракций, ушли 3. А вот будет ли Гройсман предлагать Наталье Ересько пост в новом Кабмине? На этот вопрос он ответил так. Консультации по поводу вхождения Ереська в новое правительство проводиться будут. Ну, а с министром экономического развития и торговли Айворосом Абрамовичем переговоры о его работе в новом Кабмине никто не ведет. Об этом он рассказал сам. Напомню, Абрамовичу заявил о своем намерении уйти в отставку в феврале этого года. Причиной назвал коррупцию в высших эшелонах власти и блокирование реформ. Но в начале марта министр вернулся из отпуска и продолжил свою работу, при этом заявив, что может остаться в правительстве, если Кабмин будет обновлен. Как преодолеть политический кризис в Украине? Сегодня обсуждали на седьмом съезде Федерации профсоюзов. В Киеве около тысячи делегатов со всех регионов страны подвели итоги работы за последние годы и приняли стратегию деятельности на следующие пять лет. Сделали также ряд заявлений. Одно из них адресовали президенту, правительству и парламенту с просьбой немедленно создать рабочую группу и разработать проект реформирования системы профтехобразования, представители которой выдвигают уже не только финансовые требования. Петр Порошенко встретился с матерью Надежды Савченко. Во время встречи президент рассказал, что Киев координирует действия с международным сообществом для давления на Россию с целью освобождения украинской летчицы. Говорил он также и о списке Савченко. Порошенко также отметил, что уже пообщался по телефону с генсеком ООН Пангимоном и вице-президентом США Джо Байденом. Президент также подчеркнул важность освобождения других украинцев, незаконно удерживаемых в России. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин впервые увиделся со своей подзащитной после оглашения ей приговора. Встреча состоялась накануне вечером. По его словам, состояние Надежды удовлетворительное, но сделать окончательные выводы можно будет только после полного ее обследования специалистами. Она пьет воду, вот эти смеси, витаминные добавки, поэтому у нее пока все в порядке, так сказать, ее здоровье не вызывает никаких опасений. Мы знаем об инициативе немецких врачей из клиники Шерите, которые дважды ее посещали еще в марте 2015 года, о том, чтобы их допустили до осмотра Савченко. Пока этот вопрос решается в дипломатическом уровне. Надежда Савченко в ближайшее время вернется в Украину, так считает советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, на это не только намекают, но уже и открыто говорят, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, так и посол России в Украине Михаил Зурабов. В ближайшее время Надежда Савченко должна быть освобождена. Тем более, что некоторые знаковые фигуры уже дают определенные намеки. Тот же министр иностранных дел Лавров, также бывший чрезвычайный посол Михаил Зурабов, они уже конкретно начинают говорить о том, что вот через несколько дней ее освободят. Четыре часа продолжалась встреча Джона Керри и Сергея Лаврова в Москве. Какие темы они обсудили и стало ли что-то известно о дальнейшей судьбе Надежды Савченко, расскажет Данил Русаков, он в Москве. Основная встреча Джона Керри и Сергея Лаврова по традиции прошла за закрытыми дверями. Протокольную съемку начала переговоров распространили ведущие информагентства. Вот что было потом. Известно, что госсекретарь Белого дома приехал в Москву, чтобы обсудить Сирию, но не только. Кремль поблагодарили за вывод войск, напомнили на Ближнем Востоке много горячих точек. И ситуацию там не следует разжигать. Обеспокоены в Вашингтоне, происходящем в Йемене и Ливии. Вспомнил Керри и недавние теракты в Брюсселе. Они напрямую связаны с исламским терроризмом. О Ближнем Востоке на этой встрече под камерой вообще говорили много. Мы оба знаем, что еще нужно сделать многое в этом регионе, чтобы уменьшить насилие и обеспечить потоки гуманитарных грузов. В живом случае рассчитываю, что наши сегодняшние переговоры будут полезными. И что по их итогам мы сможем доложить президенту Путину на встрече с ним в Кремле о том, как нам видится дальнейшее сотрудничество на международной арене. Встреча продлилась 4 часа и о результатах первыми доложили отнюдь не участники переговоров. По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, о Надежде Савченко говорили тоже. Но о каких-то конкретных решениях в судьбе заложницы информации никакой пока нет. Напомню, накануне переговора лидеры ведущих мировых держав призывали Москву освободить пленницу. Впрочем, о результатах таких переговоров, как правило, не сообщают через несколько часов после их окончания. Наверняка завтра узнаем уже больше. Данил Русаку, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. И вот уже ближе к вечеру начали появляться более детальные сообщения об этой встрече. Керри заявил, что Россия и США эффективно работают вместе, несмотря на разногласия и такое сотрудничество в интересах народов двух стран и истории будущего. Госсекретарь отметил, что благодаря военному и политическому сотрудничеству Вашингтона и Москвы странам удалось добиться прекращения боевых действий в Сирии. Московскую миссию Джона Керри и Франка Вальтера Штайнмайера активно комментирует мировая пресса. Как оценивают этот двойной визит и его результаты европейские и американские журналисты, расскажет Татьяна Лагунова. Завышенные ожидания, которые не оправдались. Так, если обобщить все материалы, комментирует визит Франка Вальтера Штайнмайера европейская пресса. Министр иностранных дел Германии по совместительству сейчас еще и председателю БСЕ. По сути, не сделал ни одного громкого или резкого заявления. В командировку немецкая пресса провожала Штайнмайера с большим авансом. Писали, что в Москве главный дипломат Германии публично осудит приговор Надежде Савченко и чуть ли не договорится с российским руководством о ее освобождении. Но этого не произошло. Штайнмайер открестился от роли посредника и ограничился общими фразами. На данный момент я не могу говорить о посредничестве. Мы приняли к сведению, что приговор оглашен. Я надеюсь на гуманитарное решение этого дела. Да и вообще, отмечает немецкая пресса, от всех неудобных вопросов по Украине министр уклонялся. В который раз повторил, что нужно выполнять минские договоренности, немедленно прекратить огонь на Донбассе и провести местные выборы. Куда увереннее главный дипломат Германии чувствовал себя, когда речь шла о Сирии и борьбе с международным терроризмом. С этим все понятно. Войну в Сирии нужно остановить, а с ней и поток мигрантов в Европу. С международным терроризмом бороться сообща, особенно после последних терактов в Брюсселе. Франк Вальтерштайнмайер уже улетел из Москвы. У него пасхальный отпуск. Джон Керри еще в российской столице. Третий визит за год. Главные темы. Украина. Судьба Надежды Савченко из Сирии. Так анонсировали визит госсекретаря американские СМИ. Еще до оглашения приговора Надежды Савченко освободить ее просил лично президент Обама. Поэтому американские журналисты логично предположили, этот призыв Кремлю передадут и через Джона Керри. А еще в Вашингтоне не скрывали, хотят услышать позицию России относительно выборов на Донбассе. Впрочем, американская пресса писала, главной темой переговоров Джона Керри в Москве все же будет Сирия. И поиск путей полного прекращения огня в регионе. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Пост в соцсетях со скандальным послевкусием. Кого одиозный борец с наркотиками Илья Кива обвинил в захвате Украины? И почему он так не хочет проходить переаттестацию? Подробнее Руслан Смещук. Главный антинаркотический полицейский страны Илья Кива объяснил свое нежелание идти на переаттестацию войной против наркомафии и фармакологического лобби, которое, по словам Кивы, финансирует Михаила Саакашвили. Также Кива заявляет, губернатор Одесской области начал кампанию по захвату Украины. Обо всем этом глава департамента противодействия наркопреступности нацполиции написал на своей странице в фейсбук. Там же полицейский сообщил, против него организовали целую кампанию. Его травят и пытаются дискредитировать. И обвинил во всем этом нардепов Александру Кужель и Мустафу Найема. И его брата Масси. Правда, позже эту публикацию Илья Кива удалил. Но скриншоты сохранил Масси Найем. По словам Масси, это уже не первый подобный выпад Ильи Кивы против него и брата. Я думаю, что проблема у него на самом деле с тем, что или он что-то принимает, или он пьет, или что с ним происходит. Потому что он же пишет, он же понимает, зачем он это делает. Кива манипулирует своим целевой аудиторией, пытается дать какой-то компромат на разных людей. Раньше он писал о том, что я получил ОБД и опять удалил этот пост. Писал массу других вещей. И он удаляет, потому что он понимает, наверное. Я думаю, что может с кем-то консультируется, что ему говорят, чувак, ну что ты делаешь? Ну а нардеп Мустафа Найем так отреагировал на скандальный пост Ильи Кивы. Я бы не хотел комментировать высказывания господина Кивы. Я считаю, что он, как ответственный человек, должен сам публично объяснить, что он имел в виду. И после этого есть смысл обсуждать этот не совсем вразумительный бред, который он написал. Реакции Михаила Саакашвили и Александры Кужель пока нет. Хочу отметить, что на этой неделе Кива уже писал посты в соцсетях, которые потом удалял. Правда, на другую тему. После нападения на ЛГБТ-активистов во Львове во время марша равенства Кива процитировал фрагменты Ветхого Завета с призывами убивать гомосексуалов. Что же конкретно имел в виду Кива, обвиняя Саакашвили, Кужель и братьев Найемов, мы пытались у него получить комментарий. Однако тщетно. Что-либо говорить на эту тему он отказался. Вместо удаленного поста вскоре написал новый. Про борьбу с фармакологической мафией и с документами. Но уже без ранее обозначенных фамилий. Руслан Смещук, Сергей Келемник. Подробности телеканал Интер. И о ситуации в Кривом Роге. Предыдущие выборы здесь закончились скандалом и акциями протеста. Парламент по этому поводу принял специальный закон о перевыборах по настоянию самопомощи. И вот уже новое голосование состоится в это воскресенье. С нами на прямой связи Геннадий Вивденко. Гена, добрый вечер. Расскажи, как живет город в преддверии этих выборов. Наталья, до выборов городского головы города Кривой Рог остается всего три дня. Но в городе на этой неделе начались тревожные события. У нас есть заявление штаба одного из кандидатов, действующего мэра Юрия Вилкула. Со мной рядом Марина Акимова. Это доверенное лицо кандидата. Прошу ее выслушать. Мы хотели бы сделать официальное заявление о том, что нам известно, что нашими оппонентами готовятся провокации в нашем городе. Более несколько дней назад на проводимом митинге нашими оппонентами были официальные заявления о том, что они готовы проливать кровь, они готовы к силовой захвату госучреждений. Вчера по центральным улицам города прошло факельное шествие. Молодые люди в Балаклавах в поддержку определенного кандидата официально заявляли, что также они готовы проливать кровь, они готовы устраивать беспорядки. Нам это все напоминает, все то, что проходило воскресенье в городе Львове, беспорядки, избиение людей и полный хаос и беспредел. Поэтому мы призываем криворожан, призываем людей прийти 27 числа на избирательные участки, проголосовать, сделать свой выбор, и чтобы наконец-то этот беспредел, это все закончилось и город начал жить и процветать, как раньше было. Спасибо, Марина. Но остается добавить, что кандидаты уже отмежевались от этих тревожных акций, которых якобы их поддерживали. И вот кандидат, который якобы поддерживал это факельное шествие, рассказал, что даже подал заявление в полицию. Теперь будут разбираться правоохранительные органы. Ну, впрочем, посмотрим, что будет дальше. Выборы в воскресенье. Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко о предвыборном кривом роге. Арсений Яценюк может подать в отставку уже в понедельник. Об этом заявил депутат от Батькивщины Сергей Соболев. Я его процитирую. В понедельник вечером у президента на встрече, которая планируется, будет понятно и уже не из уст какого-то политика, а из уст самого премьер-министра, готов ли он написать заявление на увольнение. Конец цитаты. Ну, все еще пока действующий премьер сегодня в Борисполе представил новых патрульных и сообщил о том, что еще 3 миллиарда гривен на новую полицию просит у Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков. Эти деньги, по словам премьера, нужны министерству для завершения реформы. Яценюк добавил, что знает, где взять такую сумму. Речь идет об арестованных год назад ценных бумагах из активов режима Януковича. Но, чтобы их конфисковать и направить в бюджет, по словам Яценюка, парламент должен принять закон о спецконфискации имущества, пока он прошел только первое чтение. Это деньги последнего режима Виктора Януковича в размере 1,5 миллиарда американских долларов. Мы ожидаем от парламента принятия соответствующего закону, а от судовой и правоохранной системы конфискации, передачи их в бюджет. Зона АТО. Боевики подходят к Горловке, стреляют в направлении села Зайцево, подконтрольного украинской армии. В западней Горловке тишина. По разведданным, туда стягивают российских наемников. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Из их дома видно оккупированную Горловку. На краю поселка Новгородского они приняли на себя огонь из оккупированного города. Трассера, выпущенные боевиками, сожгли крышу. Головешки до сих пор под забором, а у них в доме постоянно дождь. Ветель, где дождь, ветель тече, и не дождь, ветель тече, видно, там водина собиралась. Больше полугода старики ищут помощь, обращались к городскому главе, отмахнулся. Ходил. И что? Ну, сначала обещал, а в последний раз пошел, так и не стал разговаривать. Мне некуда, мне некуда. Какая у нас забота о детях, о стариках, а все на себе испытала. Одиноким старикам помогают разве что военные. Лекарства, продукты живут по-соседски. Уже неделю на этом участке передовой тихо, а на сепаратистских сайтах горловка в огне. Тихо, потому что у боевиков ротация. На смену пришли российские наемники, делятся разведданными армейцы. Кто против вас стоит? Знаю. Кто? Русский. Есть и Донецкий, конечно. Жалко хлопцик. Жалко? Конечно, жалко. Почему? Они тоже такие же украинцы. Стоят на троллейбусном депо САУ «Акация» 21-122-мм. Мы эти просматривали информацию. Есть уже подтвердилось. Я лично просматривал. Ну и в Капанирах тут уже не везде на передовых позициях. Но чуть дальше стоят БТР. Противник в их поле зрения. Но вот как ночь без тепловизора слепы. Волонтеры помогли, обеспечили оборудованием. А вот комфорт даже в поле создают сами. Под самодельную сауну отдельный блиндаж вырыли. Топится буржуйка. Отливаются камни. Поливается водой. И будет ваня нам лишь бы помыться. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. После взрывов в брюссельском метро и аэропорту в прессе каждый день новая информационная бомба. Вчера президент Турции заявил, что одного из братьев, Эль Бакрауи, который подорвал себя в аэропорту Брюсселя, в июле прошлого года арестовали на сирийской границе и выслали домой. Предупредив при этом бельгийские власти. Но террориста отпустили. Почему, расскажет София Гордиенко. Она в Брюсселе. То ли признание несостоятельности, то ли жест запоздалого раскаяния. Сегодня они одновременно попросили премьера об отставке. Ян Ямбон, министр внутренних дел Бельгии и министр юстиции Коэн Гэнс. Причина массовой ошибки правоохранительных органов, которые еще вчера руководители двух ведомств признавать не хотели. Этого исламиста упустили минимум два раза. Ибрагима Эль Бакраи, который стрелял в полицейских из Калашникова, хоть он и был на плохом счету в тюрьме, бельгийская юстиция выпускает условно-досрочно в 2014-м. В 2015-м его же, как террористы, экстрадируют из Турции и оповещают бельгийские власти. Но теперь уже полиция игнорирует предупреждение. Люди вполне оправданно задают вопросы. И вопрос о досрочном освобождении террориста. И как так вышло, что мы упустили возможность задержать его после возвращения из Турции. Поэтому я сам попросил об отставке. После министерского самобичевания властное прощение. Премьер-министр отставку подчиненных не принял. Мол, страна в опасности. Сам Шарль Мишель в эти дни прессу избегает. Предпочитает заявления в узком кругу. В аэропорту Завентем на станции метро Маальбек покушались на нашу свободу. Свобода до сих пор под угрозой. Уже выяснили, что смертников было трое. Ладжим Нашраи и братья Эль-Бакруи, Ибрагим и Халид. Они все погибли, подорвав себя. Но до сих пор в розыске соучастники преступления. Их личности полиция не установила. По подсчетам специалистов, подготовка таких взрывов должна была занять минимум несколько недель. Логичный вопрос, знал ли об этом Салах Абдеслам, организатор парижских терактов, которого задержали в Бельгии буквально накануне взрывов. Ведь если бы он раскаялся и сотрудничал со следствием, мог бы предупредить власти. Адвокат Абдеслама говорит, его клиент пребывал в неведении. Он не знал ничего об этом. Город до сих пор находится в режиме постоянных угроз. В публичные места можно попасть, только пройдя контроль. Полиции регулярно сообщают о подозрительных предметах, кто на вокзале-то в школе. Жители реагируют с пониманием. Ну, уже что есть. Надо просто соблюдать инструкции. Днем очередь еще небольшая, а вот вечером будет настоящее столпотворение. Четвертый уровень террористической угрозы не сильно отличается от третьего. К военным на улице города уже давно привыкли. Теперь бельгийцы привыкают к очередям. Сколько это продлится, неизвестно, как сказали власти, до нового распоряжения. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. Группировка ИГИЛ подготовила несколько сотен террористов, готовых начать действовать в Европе. Их специально и долго обучали. Затем переправили в ЕС. Многие из них, к слову, с европейскими паспортами. И теперь ждать удара можно в любой момент. Как предотвратить эту угрозу, подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. По сути, это уже готовый армейский дивизион. Как минимум четыре сотни хорошо подготовленных для городских диверсий бойцов, которые сами разрабатывают план действий и адаптируются к ситуации. Прекрасно подготовлены для планирования и реализации смертоносных атак. И все эти люди уже в Европе. Германия, Великобритания, Италия, Дания и Швеция. Вот, судя по информации журналистов американского информагентства Associated Press, места скопления потенциально опасных игиловцев. Некоторые проникли в Европу легально, имея паспорта стран-членов ЕС. Кое-кто просочился под видом беженцев. Только в Ливии сейчас 5-6 тысяч бойцов так называемого исламского государства. Поэтому то, что мы должны сделать, это остановить их, не дать возможности переправлять своих людей среди мигрантов или через другие каналы. Наше гостеприимство на руку ИГИЛ. В Европоле, говорят, недооценили опасность, исходящую от подозрительных переселенцев. Бывший глава британской разведки Ми-6 призывает страну немедленно выйти из состава ЕС, чтобы вести свою, более жесткую миграционную политику. В Лондоне на этой неделе за терроризм осудили двоих студентов, Тарика Хусейна и Сухейба Маджида, которые планировали расстрелять людей из автоматов Калашникова в британской столице. А вот какая запись появилась в интернете буквально пару часов назад. Хитроу, Гэтвик, Даунинг-стрит, вы следующие. Парни в масках говорят с лондонским акцентом. Что они, следователи, уже выясняют. И действительно, это могут оказаться бойцы исламистских группировок, которые не зависят ни от чьих указаний действуют самостоятельно. Именно для серии скоординированных атак их и готовили в спецлагерях. Не каких-то пару недель, а долго и целенаправленно. И теперь следователям и полиции предстоит вычислять таких потенциальных террористов. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Войска Башара Асада отбили Пальмиру у боевиков ИГИЛ. Как сообщило сирийское гостелевидение, операция началась еще на минувшей неделе, но сегодня армия вошла в Пальмиру. Боевики захватили этот город в мае минувшего года. Они взорвали, взрывали и разбивали античные храмы и памятники. Уничтожили знаменитую триумфальную арку с колоннадой. Также ИГИЛ не раз проводил в Пальмире массовые казни. Ночной взрыв в столице. Полиция разыскивает киевских минеров. Подробнее об этом прямо сейчас. Очередной взрыв в Киеве. На этот раз возле жилой многоэтажки в Соломинском районе столицы. Все подробности расскажет Егор Логинов. Взрыв погремел около полуночи во дворе многоэтажного дома по улице Кадетский Гай. По словам местных жителей, его было слышно за полтора километра. Взрывная волна поломала скамейку на детской площадке. В доме напротив повыбивала окна аж до седьмого этажа. Вот эта соседка со второго этажа, она подошла к балкону только, чтобы закрыть балкон и ее унесло вместе с окнами. Мы думали, что это кто-то пускает фейерверк такой очень яркий. Но ничего не было, а только этот ужасный был звук слышно. Причем это очень, от нас это достаточно далеко. Местные рассказывают, площадка, на которой случился взрыв, была любимым местом для ночных посиделок молодежи. И далеко не всем это нравилось. Как бы детская площадка, но с другой стороны тут постоянно употребляются определенные напитки, и молодежь отдыхает. Ребята выскакивают, сколько можно, особенно летом. Но сейчас не лето. На улице ночью минус, особо на лавочке не посидишь. По предварительным оценкам экспертов, на площадке взорвался неизвестный предмет, который кто-то оставил на лавке. Было установлено, что данный предмет, который был взорван, не содержал в себе каких-либо поражающих осколков. И это не привело ни к человеческим жертвам, ни к получению телесных повреждений, ни к кем из жильцов. Сейчас полиция ищет причастных к этому преступлению. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Игорь Логин, Вячеслав Фролов, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал Интер. Звонят, закройте дверь. В Харькове идет война за домофоны. В сотнях домов они не работают, поскольку уже не первый год их не могут поделить частные фирмы и городские власти. Подробнее Лидия Калинина. Она харьковчанка. Домофон в доме Екатерины Конопкиной не работает уже два месяца. Ей, инвалиду войны второй группы, приходится спускаться с седьмого этажа, чтобы открыть дверь. Мужа боится отпускать даже в магазин. А если я останусь дома одна, до поликлиника приедет, врач придет, как я могу идти, открывать, если у меня сердце, давление? Люди платят за неработающий домофон, но при этом получают извещение о задолженностях. Вы должны 189 гривен. Вы должны. За что? Вы платили все. А я платила. Мы платили по квитанции. Хозяевам не идут никакие деньги. И вот на сегодняшний день мы не можем понять, кому же нам платить и кто хозяин. Еще в конце 2013-го Горсовет признал двери подъезда вместе с домофонами бесхозными. И решением сессии забрал их себе. Обслуживать домофоны поручили коммунальному предприятию Горлифт. Вот только у людей спросить забыли. Как и у предпринимателей, с которыми жильцы заключали договоры. Частники решения Горсовета обжаловали. Дошли до высшего административного. Там постановили признать решение чиновников незаконным. Мэрия и Горлифт подали апелляцию. А в феврале вышло новое решение Горисполкома. Снова передать домофоны. Теперь на баланс жилком сервиса. Якобы временно, пока будет объявлен тендер для поиска компании, готовой их обслуживать. Но жителям от этого не легче. Ведь домофоны не работают. Чтобы отстаивать свои права, создали ассоциацию. Сегодня они передали домофоны. Завтра они передадут, я знаю, мою дверь входную. Послезавтра там еще что-то. То есть, ну, какой-то порядок-то должен быть в этом во всем. Когда передали нас Горлифту, все это было поломано. Были сорваны замки с оборудования. Было все это выломано. Домофоны – это только на первый взгляд копеечный вопрос. Но если подсчитать, с каждой квартирой по 10 гривен в месяц, то получается круглая сумма. Жители сомневаются, что городские власти откажутся от прибыльного бизнеса. Потому что мы имеем такого мэра, я могу честно сказать, что благодаря нашему мэру, его безнаказанности, ну, человек делает то, что хочет. Вот он решил отжать бизнес, и он его отжимает. Правозащитники советуют людям не платить по квитанциям, которые присылают коммунальные предприятия. Жильцы ведь платили за установку домофонов. Значит, это их частная собственность. Если какое-либо лицо или лица без их разрешения, без веда, их ведомо произвели какие-либо действия с их частной собственностью, и при этом требуют за эти действия оплату, то это как минимум мошенничество. То есть получается, что должностные лица Харьковского горосполкома занимаются мошенничеством. Мы обратились в горсовет за разъяснением, кому же, по мнению чиновников, теперь принадлежат домофоны, и когда они, наконец, заработают. Но там от комментариев отказались. Анна Демиденко, Лидия Калинина, Александр Яновский, телеканал Интер, Харьков. Всю минувшую ночь Днепропетровск непрерывно принимал вертолеты с ранеными бойцами. С десяти доставленных пятеро в очень тяжелом состоянии почти все из Авдеевки. Все подробности расскажет Наталья Грищенко. Только в областную больницу за последние сутки доставили пятерых бойцов. Как обычно, все крайне тяжелые. В операционной нейрохирургии спинного мозга идет сложнейшая операция. Врачам предстоит извлечь пулю, которая плотно засела в спину мозги бойца. Пациент совсем не может двигаться. Ему грозит инвалидное кресло. Спустя два с половиной часа из операционной выходит врач. Все хорошо. Вот она, пуля, выпущена прицельно снайпером. Это не стандартная пуля, не из автомата Калашникова или другого оружия 7,62. Это другой калибр совершенно. Пуля нанесла большие разрушения позвонка, но тем не менее мы пациенту сохранили движение в верхних конечностях после операции и есть движение в левой нижней конечности. Врачи надеются, боец все же сможет ходить. Еще одного со множественными осколочными ранениями называют тут счастливчиком. Большое везение выпало, можно сказать, потому что осколки не повредили ни одного жизненного важного органа, хотя осколки есть у него и в голове, и в позвоночнике. Михаилу 26. Крупный осколок прошел от шеи и застрял в легком. Боец рассказывает, ранение получил в промзоне Авдеевки. Стояли на певной территории, каждый стоял на своем пусте. Начался сильный обстрел, вышел прикрытый хлопцик, выстрелил с РПГ. На соседней койке товарищи стоят жироты. Александр потерял много крови и долго был без сознания. За плотностью огня не было возможности добраться. Потеря крови много было. Одна операция позади, еще два осколка будут извлекать сегодня. Наталья Грищенко, Евгений Никоденцов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. 40 лет тюремного заключения для лидера боснийских сербов. Гагский трибунал признал Радова Накараджича виновным в преступлениях против человечности. Прокуратура требовала для подсудимого пожизненного заключения. Следователи убеждены, что Караджич несет личную ответственность за массовое убийство мирных граждан в Сараево и Сребренице во время боснийской войны 92-95 годов, которая унесла жизни около 100 тысяч человек. Караджич свою вину не признает. Беспорядки в Париже, столкновениями с полицией завершились протесты студентов против планов правительства изменить трудовое законодательство. Активисты считают, что работодатели получают больше прав в ущерб рабочим, а еще они увеличат количество рабочих часов. Сначала митинг проходил мирно, но в какой-то момент несколько десятков студентов начали переворачивать мусорные контейнеры и бросать бутылки в полицию. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Танго от Барака Обамы, свадьба в вечной мерзлоте и украинский след в книге рекордов Гиннесса. Об этом не только в нашем обзоре. Барак Обама станцевал зажигательное танго в Аргентине. На приеме у президента страны Маурисио Макри профессиональная танцовщица сделала Обаме предложение исполнить танго под музыку Поруна Кабеза из фильма «Запах женщины». Впрочем, Мишель Обама также не усидела на месте и пустилась в пляс с аргентинским танцором. Новозеландцы не будут менять государственный флаг. В ходе общенационального референдума за нынешний стяг выступили 57% граждан. За новый вариант проголосовали 43%. Жителям предлагалось заменить на флаге британский символ серебристой веткой папоротника или четырьмя звездами Южного Креста. Противники Старого Стяга утверждали, что он пережиток колониального прошлого. Канадец украинского происхождения установил неофициальный мировой рекорд по количеству отжиманий. Алан Василинчук отжался 91 раз. Мужчине 65 лет. Он работал водителем автобуса и уже вышел на пенсию. Спортом занимался регулярно. Теперь достижение Василинчука может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Британской паре холод нипочем. Они первыми в мире поженились внутри ледника. Энтони Ли и Мэри Джонс сказали да друг другу в окружении вечной мерзлоты. Исландский ледник Лаунг-Якюдель второй по величине в Европе. Внутри на глубине 40 метров построена часовня. В ней разместились и 19 гостей влюбленных. Британские археологи, просканировавшие могилу Шекспира с помощью электромагнитного радара, обнаружили пропажу черепа. По их мнению, кража была совершена еще до 1794 года. Тогда впервые появилась версия разорения могилы драматурга. Однако, впоследствии ее посчитали ложной. В ходе нынешнего исследования также выяснили, что после смерти Шекспира завернули в саван и положили в землю без гроба. Кот-вампир нашел новый дом. У Рори необычная внешность, из-за которой ему было совсем непросто найти хозяев. Огромные клыки и черный окрас отпугивали людей. Старые хозяева оставили Рори в лондонском приюте Баттерси. Его работники провели для вампирчика активную рекламную кампанию, и у кота появился шанс быть любимым и дарить тепло. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова